В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Если говорить о имеющих противопоказаниях, то на самом деле их крайне мало. Какие вопросы беспокоят жители по поводу вакцины «Спутник ВИМ»? Люберецкие медики дают свои разъяснения. Гастрономический пост очень важен, но он очень важен как некая составляющая, подготовительная часть, конечно, к духовному посту. Первая неделя Великого Поста завершается. Как православные верующие готовятся к встрече праздника Пасхи? Я себя не представляю без детей. А куда еще идти, где было такое количество детей, я себе не представляю. Анна Федотова – победитель окружного этапа конкурса «Педагог года». Каков секрет успеха в работе с детьми? Когда мы все услышали, что нас так оценили, мы невероятно были рады. Вы можете видеть в моих лицах, смотрите, какие они счастливые. Мастер-стар область движения. Студенческие команды Люберец сродились в танцевальной битве. И развитие массового спорта в Люберцах обсудили на заседании общественной палаты. В администрации городского округа подвели итоги минувшей недели. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались о проделанной работе. На минувшей неделе за помощью в полицию жители округа обратились 1750 раз. Возбуждено 25 уголовных дел, 19 раскрыто по горячим следам. В единую дежурную диспетчерскую службу поступило 10 947 обращений. 694 звонка на телефон горячей линии городской администрации. В службу 112-5 434 обращения поступили по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи. 2196 полиции ВИБДД. 72 обращения связаны с вызовами пожарных и спасателей. 39 специалистов аварийно-газовой службы. Жители Люберец все реже оплачивают коммунальные услуги. Об этом сообщила начальник управления Люберцы МОСОБО ЕРЦ Елена Мотыль. Она отметила, что на 12 марта сбор за услуги ЖКХ составил 31%. Что касается текущих платежей, то картина, я скажу так, мягкая, печальная. Мы треть платежей не добираем. Значит, те, кто не платят, да, и суды. Сначала обеспечены, а потом суды. Нет других вариантов. А дальше таких взрослых неплатильщиков. Нет других вариантов. Судебные приставы и переселение, значит, другие квартиры. Люди должны знать, что надо платить. В округе продолжается вакцинация. В настоящее время от COVID-19 привились больше 13 тысяч человек. О работе пунктов вакцинации теперь можно узнать на информационных стендах. Управляющие компании и ТСЖ разместили соответствующие памятки в подъездах многоквартирных домов. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 115 многоквартирных домов отремонтируют в этом году в городском округе. В список вошли многоэтажки, по которым поступали обращения от жителей в социальные сети и на портал Добродел. Один из таких проблемных объектов – дом номер 19 по улице Попова. Там уже полным ходом идет капитальный ремонт. Эта зима была такая достаточно холодная и очень сильно чувствовалось, что прям сквозь стены веяло холодом. С тех пор, как за окном появилась строительная техника, ситуация улучшилась. Работа еще не окончена, но жители уже почувствовали разницу. Панельный дом 1986 года постройки утепляют в два слоя. Вентилируемый фасад обложат керамической плиткой. Начали поступать обращения от жителей дома на промерзание стен, на некомфортное проживание. Была проделана большая работа по обследованию, телеинспекции, место промерзания, составлена необходимая документация. Ремонт в этом доме проходит не впервые. В 2018 году здесь обновили подъезды, а в 2019-м заменили кровлю. Для наведения окончательного лоска остается завершить работу с фасадом и благоустроить придомовую территорию. С первой задачей справиться уже к концу апреля. Люди, которые в этом доме проживают, получат некий комфорт. И то, что в зимний период не будет промерзания, это уже точно, потому что у нас есть опыт таких работ, есть понимание, как это делается. Региональная программа капитального ремонта проходит в Люберцах с 2014 года. За это время в городском округе отремонтировано 586 МКД. В этом году список пополнится еще 115 домами. Представители административно-пассажирской инспекции и сотрудники администрации Люберец провели совместный рейд. Они проверили автобусы и маршрутки, которые курсируют по городскому округу на наличие и исправность платежных терминалов. Также участники рейда проконтролировали выдачу билетов пассажирам общественного транспорта. Если у водителя отсутствует терминал, за это предусмотрено Кодексом административных правонарушений в Московской области наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Непосредственно на водителя, потому что он принял машину с утра с нерабочим оборудованием или без оборудования вообще. Нарушений не было выявлено, у всех все работает в штатном режиме. Инспекторы обратили внимание на соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутках. Замечаний по этому поводу у ревизоров тоже не оказалось. В Люберцах продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Защититься от опасной инфекции можно в 8 стационарных и 9 мобильных прививочных пунктах. В округе проходит большая работа и по информированию населения о вакцинации. Жителям рассказывают о порядке проведения процедуры и высокой эффективности препарата. Ответы на часто задаваемые вопросы в сюжете Луиза и Геазарян. Можно ли делать прививку от COVID-19 людям, страдающим хроническими заболеваниями? Этот вопрос входит в число самых распространенных и важных. По словам медиков, вакцинация недопустима только при обострении недуга. Во время ремиссии укол делать можно, но только с разрешения лечащего врача. Если говорить о имеющих противопоказаниях, то на самом деле их крайне мало. Даже по нашему опыту мы можем сказать, что людей, имеющих противопоказания к вакцинации, практически нет. Жительница Люберец Татьяна Фёдорова яркий тому пример. У женщины хроническая почечная недостаточность. Лечащий врач не просто разрешил ей делать прививку, а настоятельно рекомендовал. По возрасту и по состоянию здоровья она в зоне риска. Она сказала, оцените риски. Значит, что будет, если вы заразитесь, и как это повлияет на ваш организм. И решайте сами. Вот я решила сама, что надо вакцинацию сделать обязательно. Беременным и кормящим женщинам, а также пациентам младше 18 лет в прививке точно откажут. В списке медицинских противопоказаний тяжелые аллергические реакции, острая фаза инфекционных и неинфекционных заболеваний. Врачи предупреждают и о возможных незначительных побочных эффектах после вакцинации. Это небольшое покраснение в месте введения. Может быть, как общая реакция, это повышение температуры тела, общая может быть слабость. В течение трех дней это допустимо. Повышение температуры тела в течение трех дней допустимо. Это проходит самостоятельно, без лечения. Если более держится температура, то тогда необходимо обратиться к доктору. Но у нас таких случаев не было, потому что вакцина реально переносится очень легко. Эффективность препарата тоже исследована и доказана. Она составляет более 91%. Это один из самых высоких показателей в мире. Мы имеем множество примеров, когда нам приезжают иностранцы именно для того, чтобы вакцинироваться. Потому что вакцина не везде имеет такую же доступность, как у нас далеко не во всех странах мира. Поэтому хотелось бы еще раз призывать нас, жителей, воспользоваться шансом получить иммунитет к этому серьезному инвалидизирующему заболеванию. Сделать это можно до 1 июня текущего года. В настоящее время в городском округе Люберца вакцинировано более 13 тысяч человек. А для выработки коллективного иммунитета необходимо привить в 10 раз больше. Врачи уверяют, прививочных пунктов и запасов вакцины в округе достаточно. Остается только принять решение. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сдана в эксплуатацию новая рингвистическая школа. Первые ученики сядут из-за парты уже 1 сентября. Главолюберец Владимир Ужицкий приехал на объект и проверил качество работ. Открытие школы на Сиреневом бульваре ждут без преувеличения все жители ЖК Люберецкий. Учебное заведение станет крупнейшим в округе, полностью решит проблемы второй смены в соседней 11-й и разгрузит 24-ю и 25-ю школы. Также появятся новые места для жителей микрорайона. Здание рассчитано на полторы тысячи учащихся. Удачная планировка. Два спортивных зала, два будет зала хореографических. Я думаю, что такая шикарная столовая, вместительная на 720 человек, актовый зал 650 человек. То есть хорошая, добротная школа. Я думаю, что дети будут получать удовольствие от того, что и школа рядом. И думаю, что самое главное еще после стен, которые достаточно неплохо построены, это коллектив педагогический. Уже есть договоренности о сотрудничестве с колледжем МИДа, таможенной академией и Московским государственным областным университетом. Учащиеся лингвистической школы будут изучать английский, французский, испанский и немецкий. Дополнительно можно выбрать китайский или японский языки. На сегодняшний момент педагогический состав сформирован на 90%. Это и молодые педагоги, это педагоги из Москвы, и есть те преподаватели, которые уже имеют большой педагогический стаж. Новая школа примет учащихся уже 1 сентября. Также в этом году планируется сдача школ в Зенино и Томилино и пристройки к зданию школы в Марусино. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В инженерно-технологическом лицее прошел педагогический форум. Руководители образовательных учреждений подвели итоги первого учебного полугодия и поделились профессиональными планами. На встречи побывала и наша съемочная группа. Стремись выше. Название форума говорит само за себя. Образование – это та отрасль, где нельзя стоять на месте. Результаты единого государственного экзамена – главный показатель работы педагогов. В этом году планка высокая. Подготовить 60% учеников на оценку 4,5% по ЕГЭ, по русскому языку и математике. ЕГЭ говорит сам за себя. Конечно же, это сдача выше минимального порога – это первое. Второе качество говорит о том, что дети, сдав три экзамена, должны набрать 220 баллов и выше. И это позволит безболезненно поступить в ведущие вузы Москвы и Подмосковья. В системе образования кадры решают все. Отбор профессиональных сотрудников – одна из значимых задач руководителей школ. Директора, которым удалось набрать хорошую команду, поделили секретами поиска. Говорили на форуме и о достижениях отдельных учебных заведений. Инженерно-технологический лицей стал муниципальной площадкой для подготовки детей к Олимпиадам по пяти направлениям. Это робототехника, электроника, программирование, информационная безопасность и искусственный интеллект. Поэтому мы с сентября месяца готовы оказывать на нашей базе подготовку уже учащихся не просто одного инженерно-технологического лица, а всех соседних и близлежащих. Ну и в принципе через дистанционные технологии, такие как видеоконференция, подключать весь городской округ. Персональный подход к медалистам и еще одно направление, на которое обратили внимание педагогического сообщества. К этой категории учащихся тоже изменились требования. С 2021 года учитываются результаты ЕГЭ по трем предметам, а не по двум, как это было раньше. Причем по каждому из них надо набрать не менее 70 баллов. С 1 апреля в городском округе стартует запись детей в первый класс. Раньше документы для зачисления в школу принимали с 1 февраля. Но в 2020 году были утверждены новые правила. В первую очередь в образовательные учреждения принимают детей с прикрепленной территории и с преимущественным правом зачисления. Для них запись в школу продлится до 30 июня. Приказ о зачислении будет издан в течение трех рабочих дней после приема всех заявлений. Преимущественное право при зачислении имеют, конечно, льготные категории. К ним, в частности, относятся дети из семей, в которых уже братья и сестры учатся в данном учреждении. Поэтому через госуслуги родители подадут заявление. Подтверждать на госуслугах не надо, что у них есть еще ребенок, который в этой школе обучается. Проверка осуществляется на уровне учреждения. Если ребенок проживает не на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля. Зачисление возможно только при наличии свободных мест и не позднее 5 сентября. Ожидается, что в этом году школа городского округа примут около 4000 первоклассников. Победителям конкурса «Педагог года» предстоит следующий этап соревнований. С 5 апреля стартует областной тур ежегодного проекта. Подготовка к серьезному испытанию не избавляет конкурсантов от их обычной работы. Победитель в номинации «Учитель года» Анна Федотова нашла время и для нашей съемочной группы. Я рада вас приветствовать. Начнем мы урок с того, вспомним, какими мы должны быть. Какими? Какими мы должны быть учениками. Егор? Умни. Согласна. Еще? Внимательнее. Молодец. Еще? Тихим. А еще ответственными и честными. Благодаря этим качествам можно добиться успеха, уверена Анна Федотова. После небольшого напоминания золотых правил поведения, изучения новых, уже грамматических. Прямое значение – это именительный падеж, а все остальные падежи – это косвенные падежи. У школьной доски с указкой в руке она представляла себя с детства. Вдохновил первый учитель. Значительную роль в выборе профессии сыграли и дети, а точнее – любовь к ним. Я себя не представляю без детей. А куда еще идти, где было бы такое количество детей, я себе не представляю. Это честно. Энергия, которую получаешь от детей, она ничем не сравнима. Их глазки, светящиеся, когда я вижу, что они понимают меня, а я понимаю их – это очень замечательные чувства. Мечтаю работать всегда в своей профессии, получать удовольствие. И чтобы не было у меня с возрастом какой-то усталости, были силы на вдохновение и самосовершенствование. Творческих сил, которых придал конкурс «Педагог года», точно хватит на несколько лет вперед. Анна Федотова признается, проект полностью поменял ее как учителя, а «Победа» вдохновила на новые профессиональные свершения. Это настолько большой уровень самосовершенствования. Теперь хочется просто воплощать, творить и летать вместе с ребятами. Намного выше. Для гимназии 56 «Победа учителя» в окружном конкурсе – значимое событие. Анна Федотова – первый сотрудник образовательного учреждения, которому удалось добиться такого результата. Анна Сергеевна была делегирована нами на конкурс, потому что она яркий, активный, творческий педагог. Всегда, когда мы направляем человека на конкурс, мы в него верим и верим в победу. Вера в победу понадобится еще раз уже на областном этапе конкурса. У Анны Федотовой большая группа поддержки, коллеги, друзья, семья и, конечно, любимый 4-й А. Анна Сергеевна нас научила дружить, быть всегда с друзьями, никогда не предавать друг друга, учиться, стараться. Жалко, что 5-й класс не видела та же самая учительница. Психологическая помощь детям и их родителям. Свой профессиональный праздник 16 марта отметили сотрудники Люберецкого социально-реабилитационного центра. Работа этих специалистов полна творчества. Подробнее в сюжете моих коллег. Мы сейчас с тобой спрячем песок, а ты ее найдешь. Хорошо? Поиск предметов песочницы – не просто игра. Так Алексей Теплухин распознает, кто склонен к агрессии, как развита мелкая моторика и общие умственные способности. Шестой год психолог принимает юных пациентов и их родителей. Ребенок у нас достаточно активный, эмоциональный. Нам нужно было немножко помочь, именно нам, родителям. В комнате психологической разгрузки есть все для реабилитации детей, у которых появились трудности в обучении. Общаться с юными пациентами несложно. Главное – к каждому найти подход. Работа с людьми всегда подразумевает умение комбинировать, умение совмещать какие-то техники. И не просто подстраиваться под настроение ребенка, но и стремиться ему дать все самое лучшее, то, что ему будет полезно для его развития. Своё призвание Алексей нашёл не сразу. Сначала окончил строительный колледж, работал по специальности, потом начались проблемы со здоровьем. Именно в этот момент понял – пора сменить профессию. Решил исследовать психологию людей. Ребёнок никогда не, скажем так, не врет в своих эмоциях. То, что у него есть внутри, он то и пытается донести. Мне кажется, особенно для работников в социальной сфере это очень важно. Для родителей же важны результаты. Своего сына в центр привёл и Георгий Львов. Владик родился недоношенным с лёгкой формой детского церебрального паралича. Страшную болезнь он поборол, но врачи рекомендовали пройти реабилитацию. Тут с ним занимаются логопедией, помогают ему развивать речь. Он, кстати говоря, ходя в этот центр, новые слова мы с ним разучили. Учит его играть самостоятельно в игрушке. Исследовать новые методики Алексею Теплухину помогает творчество. Помимо изучения психологии, соцработник любит писать. Проза или поэзия значения не имеет. Автор издал уже две книги. Мне было достаточно видеть, как боги играли в мячик. Проза – это сказочные повести в основном, основанные на славянской мифологии, на авторской переработке каких-то мифов, на современный, скажем так, клад. Поэзия разных жанров. И лирическая есть, и социальная. Вдохновение появляется не только у Алексея. Диляра Софиулина в свободное время тоже пишет, но картины. Осенние пейзажи сотрудницы центра нравятся больше всего. Свои навыки она использует и в работе. Где-то ты можешь выиграть с ними, какую-то терапию, арт-терапию использовать, свои методики. Профессию художника Диляра решила оставить. Уже два с половиной года она проводит воспитательные беседы с неблагополучными семьями. Но не все готовы принимать эту помощь. Иногда родители не открывают двери. Хочется, наоборот, помочь этим детям, чтобы они не жили в таких условиях. Чтобы они видели, что бывает и другая жизнь. А не в каких-то антисанитарных условиях. Либо видеть постоянно родителей, которые злоупотребляют алкогольными напитками. В центр для несовершеннолетних может обратиться как ребенок, так и родитель. Профессионалы окажут помощь и постараются укрепить взаимоотношения в семье. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Участницы конкурса «Мамочка-люберчаночка-2021» попробовали себя в роли журналистов. На телеканале ЛРТ провели экскурсию для претенденток на звание самой красивой и талантливой мамы в округе. О своих впечатлениях конкурсантки рассказали нашему корреспонденту. Мамочки, здравствуйте. Приветственное слово и просьба отключить телефоны. Экскурсия началась. В первую очередь конкурсанткам показали редакцию. Тут корреспонденты ищут темы, собираются на выезд и пишут монтажные листы. Они приезжают. Потом весь материал, который сняли, это называются у нас исходники. Вообще у телевизионщиков очень много всяких разных словечек, которые непонятны обывателям. Следующий пункт – студия. Отсюда ведущие в прямом эфире рассказывают о событиях округа. Из аппаратного вещания режиссер руководит процессом. Надеть наушник и петличку решили и люберецкие мамы. Только на крупном плане. Или, кстати, можно на телевидение пойти. 3, 2, 1. Вы в эфире. Волнению перед камерами места нет. Суфлёр запущен. Своими впечатлениями поделились конкурсантки. Мы многое видим по телевидению, но мы не видим, как это всё происходит. Как много сотрудников здесь работает и сколько работы они производят на самом деле. Это очень интересно. Мало того, что мы посмотрели, как выглядит телевидение изнутри, что это целая жизнь, это именно не работа, люди живут этим. И самое главное, что мы смогли побывать ещё и на самом телевидении в качестве ведущего новостей. Это, конечно, больше всего подарило впечатлений. Экскурсия на ЛРТ – развлекательная часть конкурса. В финале 26 марта участницы представят свои творческие номера. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В современном быстром темпе жизни писать стихи можно. В метро, машине или поезде время для творчества есть всегда. Накануне Всемирного дня поэзии, который отмечают 21 марта, Люберецкие авторы рассказали нашему корреспонденту, когда и как пишут стихи. «Услышать ангела вдали, услышать, что мне шепчет бес». В дороге приходит вдохновение. Андрей Бабин по призванию поэт, а по должности водитель в Люберецком роддоме. Творчество с работой совмещает легко. Люди вокруг и весь мир вдохновляют Андрей на создание новых произведений. Это помогает как раз. Потому что вот успокоение внутреннее, вот эта устойчивость, что я работаю в хорошем месте, с хорошими людьми и очень важным делом занимаюсь, это самое главное. Потому что это же детская больница, это же роддом, это люди, которые пришли за помощью к нам всем. Художников слова в Люберцах немало. Одна из них Дина Бахтеева. Как и Андрей, стихотворение зачастую пишет в пути, по дороге домой. Вдохновение приходит не по расписанию, поэтому под рукой всегда есть телефон или блокнот. Меня вдохновляет все. Окружающий мир, природа, люди. Это может быть какая-то вот маленькая деталь. То есть вот два слова в песне буквально, и ты думаешь, ого, это же надо. То есть рождается некая искра. Из нее рождается идея. Поэзии и увлечения Дины не ограничиваются. Ей нравится собирать коллекционные иностранные монеты, путешествовать по миру, вышивать, фотографировать пейзажи. Времени хватает не только на самореализацию, но и на семью. У меня есть дочка. Да, она очень с интересом относится к моему творчеству. Ей очень нравится, конечно, когда я пишу только про нее. Она постоянно пытается в книгах найти то самое стихотворение, где про нее. Ей это, видимо, так очень льстит. Дина уже издала собственную книгу. Помогли в клубе люберецких городских поэтов «Старый кот». Здесь ее первые слушатели и критики. Я не хочу, чтобы кто-то слышал, как сердце все трещит по швам. Но в этом виноваты вы же. Я только шла навстречу вам. Клуб «Старый кот» появился два года назад. В его составе около 150 человек из разных сфер деятельности и разного возраста. Каждую неделю участники собираются в центральной библиотеке, читают стихи и обсуждают предстоящие мероприятия. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Веселые с огоньком в городском округе проводили зиму. Празднования «Широкой масленицы» развернулись во всех поселках. В Люберцах гуляния проходили в Центральном и Наташинском парках. Мои коллеги присоединились к празднику. Среди россиян «Широкая масленица» не уступает по популярности новогодним гуляниям. Ведь этот праздник с самым вкусным символом – блином. С вареньем или сгущенным молоком со сметаной или медом. Главное, чтобы с пылу с жару. В Центральном парке лакомство пекли еще и из фермерских продуктов. Мы свои блинчики делаем по старинному русскому рецепту. С использованием сыворотки козьего молока на перепелином яйце и на курином. В последний день масленичных гуляний испекли тысячи блинов. Отличные блинчики. Хорошие, вкусные, ну, согревающие. Чуть-чуть замерз, сейчас согреюсь и полезу на стол. Сказано, сделано. Михаил – один из немногих, кому покорился масленичный столб. Внизу смельчака ждал приз. Кому столб оказался не по силам, можно было сыграть в мини-хоккей, пострелять из лука или поучаствовать в битве подушками. За победу или точное попадание – подарок. У нас день прошел просто на ура. В карабин, в хоккей. Я пытался геребать, я не гадочил. Но все день просто смотрят. Масленица – это не только народные гуляния и вкусные блины, но и большая праздничная ярмарка. 20 предпринимателей из различных уголков России представили в Люберцах свои товары. Андрей Барданов приехал из Нижегородской области. Привез гипсовые статуэтки собственного производства. В продукции для творчества, для раскрытия творческих способностей. То есть человек может взять и любыми красками разрисовывать, создать себе индивидуальную красивую вещь, подарок. Началось все с маленького бычка 12 лет назад. Вот полный цикл уже, можно сказать, прошел. На центральных аллеях Наташинского и Центрального парка в блину некуда упасть. На масленичное гуляние пришли тысячи горожан. Их поздравил главолюберец Владимир Ружицкий. Друзья мои, вас с праздником! Здоровья, счастья, благополучия! И я искренне желаю, чтобы разного рода вирусы обходили стороной. А каждой семье, каждому человеку в наших Люберцах, городском округе и на нашей планете добра, здоровья, благополучия. И давайте вместе будем провожать зиму и встречать весну. Гори, гори, газ! Обычай, без которого не обходятся ни одни проводы зимы – сожжение соломенного чучела масленицы. Зима до последнего сопротивлялась приходу тепла. То и дело, напоминая себе снега. И все же она сдалась. Теперь с уверенностью можно сказать – весна и календарная, и климатическая уже наступила. Григорий Ворванин, Ирина Попова, Луиза Егиозарян, Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Блинная неделя удалась на славу. И в поселке Октябрьский не обошлось без масленичных гуляний. Как там встречали весну, смотрите в нашем сюжете. Пляски, игры и горячий чай. Масленичные гуляния в самом разгаре. Кто продержит в руке банку меда или забросит конфету дальше? Развлечения себе нашли от мала до велика. В подкидывании блинов на сковороде соревновалась Яна Жестовская. Мне очень все понравилось. Очень веселый. Согрелась. Блины покидали. Все хлопали. Очень веселый. Девочки и мальчики проверили свои силы в перетягивании каната. Победила дружба. После всех масленичных забав взрослые и дети встретили весну. Главную гостю праздника вели хоровод с лентами, которые символизируют солнце. Конкурсы были с детками, с конфетками, молодецкие забавы были, канат. Было много конкурсов, которые раньше играли, которые играют до сих пор. Кульминация праздника – сожжение масленичного чучела. Так в народе провожают отжившую зиму. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. У православных заканчивается первая неделя Великого Поста. Он длится 7 недель, во время которых верующие не едят мясо, яйца и молочные продукты, а также воздерживаются от вредных привычек и вместе с тем пребывают в непрестанной молитве. Григорий Ворванин продолжит. На обед овощной салат и слегка обжаренный хлеб можно добавить и кабачковую икру. На ужин – лёгкий суп. Как разнообразить меню на время Великого Поста Марина Кузьмина знает наперёд. Соблюдать его жительница Люберец начала, когда была ещё школьницей. Для родителей это стало полной неожиданностью. Это мама моя, она с таким волнением всегда, вот ты пойдёшь в школу, ты у меня голодный. Как так? Ребёнок ходит в школу голодный. Но на самом деле те же самые овощи, те же самые фрукты, те же самые крупы, которые мама готовила, они очень питательные и заменили мне подобного робота мясные какие-то блюда и всё остальное. Из-за гастрономических ограничений многие считают постную кухню однообразной и невкусной. Ведь во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с добавлением сливочного масла и молока. Прихожанка Преображенского храма Наталья Шелкова регулярно соблюдает Великий Пост и уже знает, как приготовить вкусное постное блюдо, рассказывает. На первое можно сварить гороховый суп с гренками или борщ, на второе – тушёную капусту, пюре или рис. Самые строгие в гастрономическом смысле и духовном настрое – первая и последняя недели поста. Два крыла – пост и молитва. То есть не получается пост и одно крыло, если не будет второго крыла – молитвы. Если это всё вместе, то будет легко. Несмотря на всю строгость, Великий Пост считается светлым периодом в году. Это время молитвы и размышлений о Боге. Пост – это как раз возможность нас освободить себя от того, что нас привязало, с чем мы связались. В том числе это касается, конечно, и нашей пищи, поэтому гастрономический пост очень важен. Но он очень важен как некая составляющая, подготовительная часть, конечно, к духовному посту. Пост – это подготовка к самому радостному празднику православных – Пасхи. В этом году она отмечается 2 мая. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкие народники стали третьими в Подмосковье. С лауреатами Московского областного открытого конкурса сольного исполнительства на народных инструментах познакомилась наш корреспондент. Три струны, гриф и треугольный корпус – основные элементы любимого инструмента Елисея Царева. На балалайке юный музыкант начал играть 8 лет назад. У меня мама в детстве, когда мне было лет 6, водила в филармонию в Москве. Ездил, смотрел, ну, как-то посмотрел, так на балалайку. Такой решил, мама, запиши мне куда-нибудь играть. Ну, лайк, ну, точно не помню, как я сказал. Ну, благодаря маме, вот теперь играю на ней. Но проявить желание – еще не достижение цели. На областных конкурсах Елисей занимает призовые места благодаря репетициям и тщательной работе над ошибками. Помогает юноше в этом его музыкальный наставник. Прям гвоздем поставить, бам, как точка такая, да, тогда будет хорошо. Он всегда на сцене собирается лучше, чем в классе. Это отличительная черта настоящего артиста. Но беда или, может быть, заслуга в том, что он занимается хореографией профессионально. А это домбра – родственник балалайки. В Древней Руси на этом музыкальном инструменте играли скоморохи. Потом домбра была утеряна и восстановили ее уже в конце 19 века. Здесь тремоло по одиночным. Играем мы медиатором, в отличие от балалайки тоже. Балалайки играют пальцами, а мы медиатором, такой вот кровненькой штучкой. Выбрал Арсений этот инструмент из-за его загадочного звучания. Древнерусский вариант гитары он взял в руки 6 лет назад. В обучении помогает Надежда Малышкова. Она же готовит будущих домристов к конкурсам. Сейчас это очень популярный народный инструмент. Он популярен не только у нас, он популярен в Белоруссии, на Украине, но и за рубежом, потому что мы ездим на международные конкурсы за рубеж. Арсений и Елисей выступают не только сольно, но и в оркестре «Русский лад». Существует коллектив уже пятый год, и столько же им руководит Валерий Калинин. Осваивать струнные народные инструменты идут все больше юных люберчан. Игрой на классической гитаре теперь никого не удивишь. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Московской области стартовал второй этап регионального конкурса театральных коллективов. Из полусотни заявок отобрали всего 24 команды. Среди них коллектив из Люберец. Как юные актеры соревнуются в мастерстве импровизации, наблюдали мои коллеги. Находчивость, смелость, юмор и, конечно, мастерство актера. Все это пригодится участникам молодежного конкурса «Театральный поединок». Учащиеся актерских курсов и творческих студий Московской области совершенствуют свое мастерство в игровой форме. Единственный представитель Люберец – творческий коллектив детской музыкальной школы номер 2 «Театральный экспресс». На текущем этапе идет отбор участников внутри команды. Было, конечно, сложно выбрать всех, кого хотелось бы взять, потому что ограничений есть 10 человек. Нужно две команды 5 на 5. Но ребята молодцы, все стараются, им нравится заниматься. В этом году конкурсная часть состязания проходит в одном из самых сложных актерских форматов – в жанре импровизации. Забавные вопросы и необычные ситуации актерам задают и ведущий, и зрители. В рамках образовательной части «Театрального поединка» мастер-классы для юных талантов провел актер театра и кино Михаил Грищенко. Мы получали огромное удовольствие от того, что мы импровизировали и придумывали все из ничего, делали что-то. Потом разные этюды, придумывали ситуации, кто, где и что происходит. И разыгрывали эти в определенных обстоятельствах. Представить, если это не очки, то что это. Допустим, складной телефон. Алло, здравствуйте. Вот такие дела. По итогам пяти конкурсных раундов с отрывом всего в полбалла победила команда «Три плюс два». Именно они будут представлять Люберцы в финале театрального поединка. Но в выигрыше остались все участники. Тренинги по актерскому мастерству и импровизации важны не только для тех, кто в будущем выйдет на театральные подмостки. Мне кажется, что это очень важно. Это помогает детям открыться. Ведь часто мы что-то не делаем из-за страха. Боимся, что нас не так посмотрят, не так скажут про нас. А вот весь импровизационный батл, театральный поединок, это очень сильно помогает развить. Вот эту смелость не бояться самого себя. Это очень важно. Организаторы конкурса продолжат отборочный этап в других округах Подмосковья. Но обещают приезжать с мастер-классами и с нетерпением ждут команды из Люберец в финале театрального поединка. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся 14-й московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии». Своё мастерство показали лучшие творческие коллективы столичного региона. На галоконцерте и награждении участников побывала наша съёмочная группа. «Карусель Московии» – это праздник, который проходит один раз в два года и объединяет лучших исполнителей русских народных танцев. Впервые он прошёл в апреле 1995 года. С тех пор фестиваль-конкурс стал неотъемлемой частью культурной жизни Подмосковья. Городской округ Люберцы – неизменный хозяин фестиваля. Первый конкурсный день прошёл во Дворце культуры, а заключительный состоялся в Триумфе. Открыли галоконцерт совместным выступлением. Затем сцену по очереди занимали отдельные творческие группы. «Мы всегда рады нашим гостям. А то, что в очередной раз проходит фестиваль-конкурс «Карусель Московии» у нас в Люберцах, это просто замечательно, потому что у нас есть в этом плане очень талантливые, замечательные преподаватели». На этот раз в фестивале-конкурсе приняли участие 28 коллективов из 15 муниципалитетов Подмосковья. Городской округ Люберцы представили пять лучших творческих составов. «Наши ребята, я всегда говорю, замечательные. Они стремятся, мы стремимся чуть-чуть так, чтобы было на высоком уровне. У нас всегда ведущие леса. Первые, вторые, ну максимум третьи. Игрант три мы завоёвали ни разу». Самым зрелищным стало заключительное выступление. 500 танцоров из всех коллективов-конкурсантов исполнили в честь Масленицы самый большой хоровод в Московской области. В Дворце спорта «Триумф» прошёл 14-й фестиваль танцев «Мастер-стар. Область движения». В творческой битве своё мастерство продемонстрировало 10 лучших студенческих команд, учреждений высшего и среднего профессионального образования Люберецкого округа. За ходом соревнований наблюдала и наша съёмочная группа. Александра Абдуламитова приезжает на «Мастер-стар» уже четвёртый год. С командой Люберецкого медицинского колледжа она выиграла почти все призы. Брали даже гран-при. Не покоряется пока только высшая ступень педестала. «Для меня этот марафон очень важен. На самом деле это большое испытание для каждого участника, потому что каждый участник может попробовать себя в команде, в новом деле. Вообще это на самом деле очень классно». Три часа танцевального марафона. Изобразить машину или самолёт, угадать страну и станцевать её народный танец или всей командой повторять движение за ведущим – не так просто, как кажется. Из домашних заготовок только один номер. Главное – не останавливаться ни на секунду. За каждое задание жюри выдает специальные жетоны. Отдельно оцениваются синхронность, креативность, техника движений и сплочённость команды. По сумме жетонов выбирают победителя. Дух соревнований и зажигательная музыка настолько захватили всех, что ни зрители, ни группа поддержки не могли усидеть на месте. К церемонии награждения эмоции были наколены до предела. «Гран-при! Сборная дар российской экономики!» «Мы очень старались, но мы, правда, пришли сюда просто выступить, получить удовольствие. И вот, ну, награждение это уже было, как бы, такое второстепенное. Но когда мы все услышали, что нас так оценили, мы невероятно были рады. И вообще, ну, вы можете видеть по их листам, смотрите, какие они счастливые». Танцевальный марафон — не просто соревнование, а праздник творческой молодёжи. Поэтому ровно через год команды соберутся в Большом зале «Триумфа», чтобы побороться за кубок главы округа и закружиться в ритме танца. «РТА! РТА!» Ирина Попова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. «Пенсионный возраст. Самое время танцевать!» Так решили жители Люберец и организовали танцевальную программу на свежем воздухе. Теперь каждую пятницу в Наташинском парке звучат знакомые песни, и любой желающий может пуститься в пляс. К активным люберчанам присоединилась и наша съёмочная группа. Ещё год назад для того, чтобы потанцевать на открытом воздухе, приходилось ездить в Кузьминке, Раменское или Некрасовку. Путь утомительный, не всем удобный. Тогда Василий Мачалов задумал организовать такие встречи в Люберцах. Собрал ровесников и обратился за помощью к администрации округа. И я решил сам это всё сделать. Людям понравилось, поэтому я решил вот так. Мы организовали на детской площадке. Так появилась традиция собираться каждую пятницу. Танцплощадку перенесли на главную площадь Наташинского парка. Здесь и место больше, и звук лучше. Музыку Василий Иванович подбирает сам. Только популярные песни, любимые всеми поколениями. Отсюда и название «Ретро в моде». Руководство парка помогает. Настраивает технику, расчищает танцплощадку и делает афиши. Мы со своей стороны поддерживаем инициативы наших пенсионеров, нашего старшего поколения. И очень рады, что они у нас такие активные, подвижные. Надеемся, что с приближением тепла станет гораздо больше, многочисленные все наши встречи, потому что к ним активно и молодежь подключается. Танцевать собираются в любую погоду. Глядя на таких активных пенсионеров, в пляс спускаются и молодежь, и маленькие дети. Молодцы! Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло очередное заседание Общественной палаты городского округа. Среди рассмотренных вопросов – участие спортивной общественности в волонтерской работе и особенности развития массовых видов спорта в период пандемии. На заседании побывали мои коллеги. В повестке заседания Люберецкой общественной палаты шесть вопросов. Практически все они касаются развития спорта на территории городского округа, в частности, силовых видов. В нашем городе это направление зародилось в конце прошлого столетия и сейчас продолжает активно развиваться. А воспитанники секции становятся победителями и призерами различных соревнований. Одно из предложений Общественной палаты сделать Люберцы столицей именно силовых видов спорта. А в столице должен быть свой символ. Мы предложили в прошлом созыве сделать композицию, посвященную Люберецкому бицепсу. В нашем городе проживает и достойно тренируется неоднократный чемпион мира по живому штамге лёжа Анатолий Север. Все его прекрасно знают. Объём бицепса 60 сантиметров. Если поддержите, то будет именно его бицепс представлен в этой композиции. Эту идею поддержал присутствующий на заседании министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков. Глава спортивного ведомства также ответил на вопросы членов Общественной палаты. В частности, когда на федеральном уровне будет принят закон, приравнивающий тренеров к педагогам. Министр спорта посоветовал не торопить с принятием такого решения. Ведь тогда спортивным школам нужно будет получить образовательную лицензию. Будет для того, чтобы выполнить стандарты, получить лицензию образовательную на эту спортивную школу, на 70% сократить. Для того, чтобы эти 70% переспределить между теми видами спорта, которые есть, у вас уже будет их не 78 в Руберцах, а 19 или 15. И, соответственно, в Руберцах будет развиваться между всех остальных 15 видов спорта. Это уже будет там не 9 тысяч или не 5 тысяч спортивного резерва, это будет там тысяча человек. Также общественники единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру заместителя председателя общественной палаты Андрея Шестакова на присвоение ему звания «Почетный житель городского округа Руберцы». Окончательное решение примут депутаты Совета депутатов на одном из заседаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова